Всем привет! С вами Александр Чернов и вы смотрите новый выпуск ТОП-10 от пользователей сайта Playground.ru. В марте мы составляли десятку игр, которые наши пользователи перепроходят чаще всего. Голосование завершилось и теперь мы готовы представить вам его результат. Приступаем к разбору. На 10 месте четвертая часть долгоиграющей серии Resident Evil. Игра вышла больше 10 лет назад, в 2005 году. Только представьте, сколько раз ее можно было перепройти за это время. Конечно, лишь в том случае, если у вас все в порядке с нервами. Resident Evil 4 хоть и не супер страшная, но весьма и весьма напряженная. Четвертая часть это живая, не стареющая классика. К тому же, проходить ее сегодня можно с комфортом. Пару лет назад в продаже появилось улучшенное HD переиздание игры. Это было 10 место. Идем дальше. На 9 месте, пожалуй, лучшая ролевая игра по Звездным Войнам в истории. Если вам не понравился последний фильм, вам сюда. В игру, то есть. BioWare превзошли самих себя, подарив нам самое настоящее произведение игрового искусства. Она может порадовать не только фанатов Звездных Войн, но и всех остальных. Настолько все в ней круто. А музыка? Только ради нее можно возвращаться в Рыцарь и Старой Республики снова и снова. Пускай сюжет уже знаком, и все неожиданные повороты уже не удивляют. Эмоции игра доставляет те же, как и во время первого прохождения. Это было 9 место. Переходим к 8. На 8 месте у нас Dragon Age Origins. Еще одна игра от BioWare. Да уж, эти разработчики умеют найти ключ к сердцу игрока. Dragon Age чистейшая и очень эпичная фэнтези, приправленная фирменной боевой и ролевой системой. Куча незабываемых персонажей, десятки путей развития, сотни шикарных квестов. Пожалуй, именно за это мы любим игры от BioWare. Первая часть Dragon Age до сих пор считается вершиной всей серии. Dragon Age 3, несмотря на шикарную графику, так и не смогла завоевать такую же популярность среди игроков. А это еще раз подтверждает, что графика далеко не главная. Это было 8 место. И снова перед нами ролевая игра. На этот раз из серии Fallout. По популярности ей удалось обойти и вторую, и третью части. О четвертой мы вообще не говорим, слишком она молодая. Fallout New Vegas была во многом не похожа на Fallout 3. И судя по всему, именно этим и полюбилась игрокам. К тому же в ней использовались некоторые вещи, которые планировались еще при разработке OneBuren. Новый Лас-Вегас имеют свою уникальную атмосферу. Игра предлагала некий компромисс для тех, кто слишком любил вторую часть и никак не мог привыкнуть к третьей. А еще она не была такой зеленой. В общем, шикарная игра. Это было 7 место. Переходим к 6. На шестом месте у нас оригинальная Max Payne. Выпущенная аж в 2001 году и анонсирована еще в 97-м. Лет прошло немало. Но несмотря на такой долгий срок, все помнят, кто подарил нам механику Bullet Time. Max Payne была непростым шутером. Важное место в ней занимал нуарный сюжет. Проникновенные монологи, ночной Нью-Йорк, мрачные улицы, динамичные перестрелки. Вот фишки Max Payne, которые принесли ей такую популярность. История о полицейском, который остался один против всех. Сплошная боль. Вот что такое Max Payne. Если вы хотите посмотреть, с чего все начиналось, обязательно пройдите эту игру. Такие вещи не стареют. Пятое место досталось первому Ведьмаку. Еще одной замечательной ролевой игре. Вышла она в 2007-м и почти сразу стала культовой, несмотря на целый ряд технических проблем. Мы готовы были терпеть бесконечные и очень долгие загрузки ради того, чтобы исследовать потрясающий мир, воссозданный польскими разработчиками по книгам Сапковского. Первый Ведьмак был очень сложной и очень длинной игрой. Пройти ее до конца могли далеко не все. Впрочем, это совсем не повод не возвращаться к нему снова и снова на протяжении всех этих лет. Интересно, повторит ли третья часть успех первой? Посмотрим. Это было пятое место. Переходим к четвертому. На четвертом месте легендарная игра, которую многие считают чуть ли не лучшей в истории. Да-да, это она, Half-Life 2. Ее выхода ждали долго, и она не подвела. Half-Life 2 шикарна во всем и, по сути, не имеет существенных недостатков. К тому же, даже спустя годы, она выглядит и играется замечательно. Те, кто проходят ее раз за разом, наизусть знают каждый уголок любой локации и могут по памяти пересказать диалоги. Даже удивительно, почему она до сих пор не надоела. Загадка. Очень хочется верить, что когда-нибудь мы увидим продолжение, которое станет настолько же классным. Хотя это больная тема, так что лучше мы ее оставим. Half-Life 2 хороша, спору нет. Но в тройку ей попасть так и не удалось. Масс-Эффект. Открывает нашу тройку первая часть Масс-Эффект. Кто бы мог подумать, что эта трилогия станет настолько популярной. Масс-Эффект сегодня — это главная серия BioWare. Многие вообще не знакомы с другими играми этой студии. Оно и неудивительно. Масс-Эффект самодостаточна и хороша настолько, насколько это вообще возможно. С особой любовью игроки относятся к первой части серии. Атмосфера в ней была такая же, как и в продолжениях. Но механика была ближе к другим, более классическим ролевым играм от BioWare. Чего только стоит система кастомизации оружия. В последующих частях все это пошло под нож. Масс-Эффект имела гораздо большую вариативность и, соответственно, реиграбельность. Отличное третье место. Давайте глянем, что у нас на втором. Скайрим. Ну, как же без него? Ролевые игры из серии The Elder Scrolls действительно имеют очень долгую жизнь. Удивляться нечему. Тут вам и открытый мир, и куча вариантов для прокачки, и, что самое главное, бесчисленное количество модификаций, которых с каждым годом появляется все больше и больше. Скайрим стал настоящим подарком для большинства фанатов серии. Они возвращаются в игру раз за разом, убивая драконов пачками или просто бродя по тундре и наслаждаясь шикарными видами. А если еще накатить сверху модов, это настоящий наркотик. Скайрим хорош, но первое место все равно досталось совершенно другой игре. Какой? Сейчас узнаем. Здесь даже удивляться нечему. Да-да, это Stalker. Культовая игра от украинских разработчиков, в которую с упоением играют на всем постсоветском пространстве. Секрет успеха прост. Знакомые с детства руины, костры с песнями под гитару, хлеб с колбаской, пару бутылок водки и верный автомат Калашникова. Романтика. Сюжет игры нельзя назвать выдающимся, но кому он вообще нужен с такой атмосферой? Да в ней просто можно было плавать. К тому же, кто бы что ни говорил, Stalker очень и очень неплохой шутер от первого лица. Тут вам и настоящий хоррор, и тактика, и огромные элементы исследования окружающего мира. Здесь все свое родное. Даже не удивляемся, что эта игра заняла первое место в нашем рейтинге. Поздравляем все, кто за нее голосовал с победой. На этом все. Тему следующего топ-10 вы сможете узнать на нашем сайте. Если вы смотрите это видео на ютюбе, переходите по ссылке в описании и принимайте участие в формировании нового рейтинга. Ну а мы пока прощаемся с вами. Удачи и до встречи на playground.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова